Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное. Естественно. Мой гость Равин Джонатан Канн, автор бестселлеров по версии Нью-Йорк Таймс. Он расскажет совершенно новые откровения о последнем времени. Я гарантирую, вы никогда не слышали такой информации. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Многие из вас знают Равина Джонатана Канна, автора бестселлеров по версии Нью-Йорк Таймс. Возможно, вы знакомы с книгой «Предвестник». Но должен сказать, что ваша новая книга особенная и ни на что, абсолютно ни на что не похожая. Расскажите, с чего же все началось? И как она называется? Моя книга называется «Оракул». «Оракул словно пророк». Они также бывают как лживыми, так и настоящими. Возможно, это самая большая тайна из тех, о которых я когда-либо писал. Она настолько масштабна, что выходит за пределы прошлого, настоящего и будущего. Эта тайна также стоит за нынешними событиями, и в ней фигурирует даже президент Соединенных Штатов Америки. Это действительно тайна пророчества о последнем времени. Она очень точна. Она называет сроки будущих событий вплоть до точных дат. Я открываю несколько тайн. Одна из них — тайна юбилея. У Бога есть определенный замысел о времени. В определенное время в мире, как по часам, происходят пророческие события. Они происходят каждые 50 лет. Это очень масштабные пророчества, которые связаны даже с возвращением Мессии. Они влияют на всю нашу жизнь. Еще одна — это парашют, тайна парашют. Бог назначил каждому дню определенные места Писания. По всему миру каждую неделю евреи в синагогах разворачивают свои свитки. В этих свитках есть особые назначенные слова. Когда эти слова зачитывают, в мире происходят определенные события. Я не говорю, что эти люди делают это сами. Это высвобождение энергии и мысли Бога. Хочу отметить, что, как и в предыдущей моей книге, в «Оракуле» раскрываются тайны, но при этом есть и своеобразный сюжет. У вас прекрасное воображение. Вы согласны? По сюжету человек идет на гору, чтобы найти человека по имени Оракул. Оракул открывает ему тайны Бога. Эти тайны за семью дверями. За каждой дверью новое откровение и множество тайн. Эти двери не нужно толкать. Они открываются, стоит их едва коснуться. Давайте начнем с одной из тайн, моей любимой, пожалуй. Да, они всем не нравятся. Но это тайна о чужеземце. Да, люди понимают, что последнее время уже началось. События в Израиле и в разных сферах жизни развиваются все стремительнее. То, что мы видим в нынешнем году, началось сто лет назад, в 1867 году. В то время в стране стали происходить странные события. Словно Бог готовил ее к последнему времени. Готовил Израиль к возвращению. Одно из слов Моисея перед его смертью звучало так. Бог соберет вас со всех концов земли. Но перед этим с другого края земли, из дальних краев, придет чужеземец. Он придет на эту землю и увидит ее опустошение, безнадежность и проклятие. Затем Бог начнет свое дело. И вот что удивительно. Сид. Издалека действительно пришел чужеземец. Он совершил свое путешествие в Израиль, увидел опустошение этой страны, написал об этом книгу и распространил ее по миру. Он использовал те же слова, которые предрекал о нем Моисей. Мы с детства знаем об этом чужеземце из пророчества. Это Марк Твен. Марк Твен. Это и есть исполнившееся библейское пророчество. А разве он был верующим человеком? Он был скептиком Сид. И это еще интереснее. Но он достиг цели своего путешествия и провел в Иерусалиме целый день и ночь. В тот день была суббота. Этому дню было назначено слово, которое читали евреи по всему миру. Что это за слово? Пока незнакомец находился в Израиле, совершая свое путешествие и воплощая предсказания Моисея, евреи читали «Чужеземец придет из земли дальней». Пока они это читали, он уже ходил по Иерусалим. Они не знали, что пророчество уже исполнялось. Сид, сразу после этого визита начались разные события. Они стали началом восстановления страны. Две тысячи лет евреи каждый день молились «Господь, верни нас в Иерусалим». Каждый день они говорили «Вот наша молитва, Господь!» «Будь милостив к нам, созидай Иерусалим». Марк Твен — это псевдоним. Его настоящее имя еврейское. Оно звучит так. «Самуил Клеменс». «Самуил» означает «Господь услышал». А «Клеменс» означает «Он оказал милость». Как вам такое? Расскажу вам о своем впечатлении. Я одним из первых прочитал эту книгу. Она даже еще не была издана. Хочу сказать, что она многое соединяет воедино. Сегодня в Конгрессе Соединенных Штатов идут дебаты. Нужно ли быть друзьями Израиля и так далее. А вот что я вам скажу на этом. Каждый, кто прочтет вашу книгу, полюбит Израиль и поверит, что еврейский народ действительно состоит в завете самим Богом. Каждый читатель этой книги скажет, Бог действительно есть. «Эта книга должна быть от Бога». Знаете вы это или нет? Но Израиль всегда был центром истории. Объясняя все семь дверей в своей новой книге, вы не делитесь. Одним маленьким событием вы открываете один слой за другим. Мы не сможем рассказать о каждом из них, но у меня даже не хватает слов сказать, насколько это впечатляет. Вы проделали огромную работу. И я скажу, вы гений. Да, очень впечатляет. Мы не сможем рассказать сегодня обо всем, но тот же Бог действует в нашей жизни. Он точно так же сплетает все воедино в нашей жизни. Расскажите мне тайну возрождения Израиля. В Библии есть пророчество Амоса. Бог говорит через него о дне восстановления Израиля. Написано, что в тот день Бог восстановит падшую скинью Давида. Бог положит конец изгнанию и вернет народ Израиля на свою землю. Это пророчество читают по всему миру. В 20 веке евреи разворачивали свитки в назначенный день и читали, «Я восстановлю Израиль, я восстановлю его». 14 мая 1948 года они развернули свои свитки, и именно в этот день Израиль был восстановлен. Израиль был восстановлен, когда по всему миру читали, «Я восстановлю Израиль снова». Расскажите мне, пожалуйста, о юбилейном коде. Я уже говорил, что Моисей знал это и говорил, когда это произойдет. Тогда это звучало как безумие. В изначальном распоряжении Моисей говорил, «По истечении 50 лет каждый вернется в свое владение». Это и есть юбилей. Вы вернетесь. Но вот что удивительно. Моисей выражает фразу «Вы вернетесь» одним еврейским словом. «Та-шу-ву». Помните, что записывая год на иврите, вы пишете буквами. Если составить эти буквы вместе, получится фраза «Вы вернетесь». Эти же буквы означают «1948 год». Но это еще и не все. В нашем языке есть и цифры, и алфавит, но в иврите алфавит и есть цифра. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Вы читаете эту фразу на иврите, и получается цифра. И эта цифра что-то означает. Итак, вы говорили, что эта цифра значит «1948 год». Вы вернетесь в свое владение. И этим все сказано. Мне уже достаточно? Джонатан, знаете, что я думаю? Бог проявляет милость к планете Земля. Никто не сможет увидеть его, если, покинув земной костюм, скажет, «Я не был уверен, что Библия от Бога». Я даже не был уверен, что Бог вообще есть. Никто и никогда не сможет сделать этого. Итак, Джонатан, расскажите мне, пожалуйста, о юбилярии. Давайте начнем счет с 1917 года, с последнего крупного юбилея. Прибавим 50, и получится 67-й год и шестидневная война. Израиль вернулся, но у них не было Иерусалима. Иисус сказал, у вас должен быть Иерусалим, потому что именно в Иерусалиме вы скажете «Барух Абба, Бог благословен». Итак, наступил 67-й год, и как по часам разразилась шестидневная война, которую начал вовсе не Израиль. Что произошло впервые за 2000 лет? Израильские солдаты вошли в ворота и встали в святом городе Иерусалим. «Юбилей, все вернутся в свои владения». Это их владение. Это было великое пророческое событие. Что происходит в юбилейный год? Звучит шафар, звучит труба. Удивительно, когда солдаты дошли до Храмовой горы и встали у западной стены, послышался звук трубы. Кто в нее трубил, какой таравин. Он не думал о том, что это юбилей, и просто дул в шафар. В юбилейный год земля возвращается в первоначальному владельцу, в первоначальное состояние. «Чьим был Иерусалим? Чьей была Храмовая гора?» Это было Гумно. Его купил царь Давид. В Библии Гумно звучит как Горен. Равина, который трубил в шафар на Храмовой горе, звали Рави Горен. Рави Гумно. Это его настоящее имя. Но это еще не все. Этот равин родился в 1917 году. В 1967 году он отмечал свой юбилей и потому трубил в трубу. Но я стал копать еще глубже. Я обнаружил, что Горен означает не только Гумно. Есть и второе значение. Это рок. Или тот, кто трубит в рок. Кто мог так все устроить? Скажите. Кто мог это сделать? Хочу задать вам личный вопрос. Сделав первое из этих открытий, вы подумали «Это поразительно!» Затем вы обнаружили еще один слой. Затем еще один. А затем еще один. Мне кажется, что их бесконечно много. Эти слои продолжают открываться в Библии. Как ни в одной другой книге. Вы поверите, что эти потрясающие библейские пророчества связаны даже с президентом Трампом и даже с вашим будущим. Мы скоро... Что ж, Джонатан, я понял, что не нужно быть детективом. В Библии все написано черным по белому. Там говорится даже о президенте Трампе. Но вот чего я не понимал, так это... Того, что же именно о нем сказано. Поведайте. Да, это удивительно. Библия рассказывает и о нашем настоящем, и о будущем. Мы сможем обсудить это лишь отчасти. И вот в чем суть. Мы поговорили о юбилее 67-го года. А теперь давайте посмотрим, что произошло 50 лет спустя. В 2017 году. Произошло ли что-то, касающееся Израиля и Иерусалима? Да. Произошло то, что я бы назвал одним из четырех важнейших событий в истории Израиля. А именно, мировые державы впервые признали Иерусалим столицей Израиля. Сид, такого никогда раньше не было. С самых древних времен. Самое интересное, что многие президенты обещали это сделать, но так и не сделали. Да, так и не сделали. Но наступил юбилейный год, и это нужно было сделать. Так что же произошло? С президентом Трампом многое связано. Есть тайна, связанная с древним царем. Трамп поступает точно так же, как этот древний царь, говорит те же слова и действует в те же самые сроки. Сейчас нет времени рассказывать подробно. А что произошло в юбилейный год? Зазвучала труба, в которую дул раввин. Его имя означает «тот, кто дует в трубу». Что же означает слово «Трамп»? Трамп — тот, кто дует в трубу, или просто труба. Он должен был родиться с таким именем и сделать это именно в юбилейный год. Что тут еще можно сказать? Да-да, и это не все. Когда Трамп пришел к власти в 2017 году, в юбилейный год, по всей Земле слышен звук трубы. Что происходит в год юбилея, когда звучит труба? Земля возвращается к первоначальному владельцу. «Иерусалим тоже вернулся». Зазвучала труба, и это произошло. Друзья, и это еще не все. Мы говорили о назначенных местах Писания. На день, когда родился Трамп, тоже было назначено местописание. Он родился в пятницу, в канун шабата. Какое местописание звучало в тот день, когда Трамп родился в этот мир? Единственное местописание, которое читали в этот день во всем мире, об изготовлении труб и о том, кому и когда в них нужно трубиться. В тот день, когда Трамп появился на свет, звучало местописание об изготовлении трубы. Написано, что они прозвучат в свой день. Многие трубы. И в 2017 году, юбилейном году, эта труба зазвучала. В этом и правда есть что-то сверхъестественное. Трамп не только сказал, что сделает это, он взял уже существующее здание, и ему не пришлось ничего строить. Да, и здесь сокрыта еще одна тайна. Одна из тайн в том, что Трамп напоминает царя Кира. Царь Кир выпустил декларацию о том, что построит дом. Трамп издал такую же декларацию слово в слово. Я построю дом. Сид, здесь кроется еще один удивительный факт. Кир заявил об этом через 70 лет. Если вспомнить дату, когда Израиль был восстановлен, то в тот же самый день, только 70 лет спустя, Трамп выпустил свою декларацию. В тот же самый день. В тот же день. Да, именно так. В тот день. Какие тайны о последнем времени раскрывает еще Оракул? Они увлекли меня сильнее всего. Я уже не могу усидеть. Скажите, а все уже готово или что-то еще ожидает нас? Да, все готово. Шестая дверь моей книги открывает будущее. Это очень масштабная тайна. Речь идет о храме и секрете последнего времени. Юбилей — это время возвращения домой. Вы возвращаетесь туда, где жили. Что же мы видим в последнее время? Во-первых, мы видим, что еврейский народ возвращается туда, где он жил изначально, в Израиле. Он возвращается в свою столицу, а именно в Иерусалим. А что насчет мира? Мир тоже следует за тайной юбилея. Чтобы события произошли, Америке нужно было появиться. Трамп и выборы в Америке тоже должны были пройти в нужное время. Но тайна в том, что мир тоже вернется. Что это означает? Он вернется туда, где он был изначально. Сейчас у нас век западной цивилизации и христианства. Но в чем состоит тайна? Мир и культура мейнстрима обратятся к истокам, а это антихристианство, язычество, противление Слову Божьему. Мы видим это каждый день. Оглядитесь вокруг, и вы это увидите. В книге этот процесс назван «Черный юбилей». То, что мы видим, — часть этого процесса. И не только это. Есть еще кое-что. Интересный термин — «Черный юбилей». Мы слышали о хороших юбилеях, а это «Черный юбилей». Объясните, пожалуйста. Это то, о чем мы читаем в новостях. Это то, что мы видим каждый день. Но дело в том, что не только возвращается мир и возвращается еврейский народ. У церкви тоже юбилей. Нам тоже нужно вернуться туда, где мы были вначале, то есть книги деяний. Нам нужно вернуться. Да, это было время гонений. Но Бог использовал это время гонений для Своей славы. Бог призывает нас перестать думать о Своем статусе и вновь стать радикальными и решительными. Также в начале в Израиле была только одна церковь. Сегодня дело тоже идет к этому. Но наряду с этими событиями будет и финальное возвращение. Финальный юбилей. Возвращение царя в свое царство. В Библии тоже об этом очень много сказано. И поэтому и мы, еврейский народ, возвращаемся к своему царю. Потому и он возвращается. Это тоже часть юбилея. Джонатан. А скажите, пожалуйста, это как-то относится к нашим зрителям, к тем, кто нас смотрит? Абсолютно. Когда в книге открывается седьмая дверь, она ведет в дом каждого из нас. Вы были первым, кто до конца прочитал эту книгу. Вы увидели, как пришла слава. Вот о чем я молюсь. Чтобы слава пришла в каждую жизнь. Бог не только Бог Вселенной. Он Бог вашей жизни. Тот самый Бог, который вернул евреев на их землю, вернет и вас. Тот же Бог ткет конву вашей жизни. Тот же Бог, который говорит «вернитесь в Израиль», призывает всех нас вернуться домой. Он Бог юбилея. Его сила для нашей жизни. Сила юбилея для нашей жизни. У нас есть владение предков. У нас есть наследие и призвание. Бог и есть юбилей. Он призывает нас вернуться домой и вступить в наследие, которое Он нам приготовил. Возможно, это будет наше лучшее время. Чем гуще тьма, тем ярче сияет свет. Это для каждого из нас. Если кто-то из наших зрителей не знает Господа, юбилейный призыв в том, чтобы вернуться домой. Вернитесь домой. Вернитесь. Ваш Отец ждет вас. Это год и время юбилея. В конечном итоге совершится последний юбилей, когда мы вернемся во владение наших предков на небеса. Мне это нравится. Вы слышали, что Равин Джонатан пережил встречу с Мессией? Еще будучи евреем-атеистом, ему пришлось попасть под поезд, чтобы поверить. Заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы посмотреть целиком и полностью историю Джонатана Кана. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Я Райан Брас, присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске с Сидом Ротом. Вы знали, что, будучи верующим, несете в себе атмосферу Бога? Вы знаете, какой силой это вас наделяет? Когда вы несете атмосферу Бога, вы можете приводить в действие Его царство. Результат будет удивительным. Редактор субтитров А.Семкин